Здравствуйте! Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях директор муниципального бюджетного учреждения благоустройства Артур Григориан. И мы обсудим актуальные вопросы. Артур Григориевич, здравствуйте! Самый актуальный вопрос – это президентский проект «Комфортная городская среда». Очень много задач стоит. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за проект. Да, ну, «Комфортная городская среда» у нас реализуется различными программами, которые на территории муниципалитета происходят. Это и комплексное благоустройство дворовых территорий, где мы комплексно заходим на территорию, соответственно, и меняем там все элементы в соответствии с регламентами, да, то есть изменения – это и детские площадки, и контейнерные площадки, и модернизация асфальтового покрытия и так далее. Вот это и в том числе вот у нас есть программы модернизации вот детских игровых площадок, когда мы просто заходили только на детские игровые площадки, когда в целом двор в нормальном состоянии, но детская площадка требует внимания. И у нас из года в год были определенные проблемы – это, значит, с содержанием этих детских площадок, потому что, если мы видим, площадка нормальная, достойная, резиновая крошка, она там, ну, она первая подвергается… Быстро уходит из строя, да? Вот, история. То есть мы, соответственно, тоже вот летом создавали вот эту аварийную бригаду, которая занимается только детскими игровыми площадками, то есть у нас есть соответствующие контракты, и детские комплексы, где-то что-то сломалось, мы уже можем заменить оперативно, вот, и в том числе ежегодно сейчас мы будем смотреть, где у нас проблемы с резиновыми покрытиями, тоже там обновлять. Вот, по покраске у нас из года в год эти площадки красились, то есть, ну, чтобы увеличить срок службы самой площадки. А так, понятно, что в рамках комплексного благоустройства мы, заходя во двор, уже, как бы, то есть полностью модернизируем, и жители наши получают современную, новую, красивую площадку. Ну, а вообще, какие требования к площадке, чтобы она попала в эту программу? Наверное, какой-то возраст должен у нее уже быть, да? Там, да, есть определенные, во-первых, как бы по возрасту, то есть, понятно, что площадку, которую мы отремонтировали, там, через год мы ее ремонтировать уже, ну, не будем, там есть определенный период, даже по законодательству, это гарантийный период, потом период, когда площадка служит. Вот, но на сегодняшний день у нас, если вы помните, два года назад было на голосовании на портале Доброделы, и там 21 территория прям выявлены были, где наиболее остро стоит этот вопрос. Понятно, что все 21 территорию сразу, единовременно невозможно было привести в порядок, да? То есть, поэтому мы по этому списку идем. Мы уже вот в этом году уже перейдем, скажем так, больше половины уже будет сделано. Вообще, сколько площадок в год делается? Вот, например, в 23-м сколько и на это сколько запланировано? Да, в 23-м году у нас в совокупности получилось 12 площадок, которые мы сделали, это порядка 4200 квадратных метров, вот, а в этом году пока запланировано порядка 6-7 площадок, да, то есть, но у нас муниципалитет и глава обращают на это особое внимание, поэтому по итогам конкурсных процедур, как правило, у нас происходит экономия финансовых средств, которые тоже направляются на вот эти детские площадки. То есть, поэтому пока вот на сегодняшний день это 6-7 запланированных площадок, но я предполагаю, что их будет больше. Ну, адреса уже, наверное, известны на этот год, давайте расскажем, где это будет. Ну, что касаемо этого года, да, если можно по адресному списку, там, соответственно, ну, просто смотрите по, как говорится, телекрам-чат головы, мы всю актуальную информацию предоставляем в социальных сетях, то есть на сегодняшний день еще адресный список, да, то есть он находится в стадии утверждения, потому что эта программа контролируется и следится областными ведомствами, то есть мы, соответственно, согласовываем, не самовольно принимаем решение, а согласовываем, доказываем, обосновываем вот эту историю, поэтому вот прямо сегодня я бы не стал бы называть, хотя понимание площадок у меня есть, но мало ли что-то... Ну, это не только, разумеется, видно, это и разные уголки нашего муниципалитета. Это весь Ленинский городской округ, да, то есть в этом году, я думаю, что будет особое внимание и в сторону Володарки, вот это и видно, само собой, да, то есть вот понятно, что мы можем вот эти программы реализовывать только на тех территориях, которые уже переданы в муниципалитет, потому что у нас есть территории, которые числятся еще за застройщиками, да, то есть вот, где идет этапы строительства, понятно, что там мы реализовывать такие программы не можем, потому что это бюджетные средства, которые должны быть направлены именно на территории муниципальной. Ну, это благоустройство идет по регламенту, как вы уже сказали, то есть есть обязательные элементы, да, давайте расскажем, какие это? Ну, это асфальтовое покрытие, это проезды, да, то есть пешеходные тротуары, пешеходные коммуникации, это детские игровые площадки, это контейнерные площадки, вот, и это зеленка, которая есть, то есть мы восстанавливаем, в том числе, газоны, и где-то создаем их освещение, прошу прощения, да, освещение. И, наверное, система безопасный регион. И безопасный регион, само собой. Мы сейчас уже везде. Какой бюджет на это направлен, вот, на 24-й год в муниципалитете? На 24-й год довольно большую сумму средств направлено, но я вот сейчас сказал бы, что порядка, значит, 90, значит, порядка 80 миллионов, это только на модернизацию детских игровых площадок, это средства направлено. В этом году мы, ну, по направлениям финансирования направляем. Вот, но у нас есть такой пункт, как обновление дорог, то есть на него направлена очень большая сумма на этот год, это порядка 40 миллионов там в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, да, это вот в тех дворовых территориях. И порядка, там, ну, на сегодняшний день порядка 200 миллионов, это в целом на модернизацию асфальтового покрытия во дворах. Потому что вот это вот тот год, когда мы сейчас комплексно зайдем, то есть модернизируем, то есть где-то немножко расширим, где, соответственно, у нас есть проблемные зоны, где техника не может проезжать, отремонтируем, модернизируем. И плюс ко всему у нас довольно, ну, приличная сумма на ямочный ремонт, который вот мы сейчас тоже запускаем в конкурсные процедуры, для того, чтобы сразу весной приступить к ремонтным работам. Где будет сейчас этот ямочный ремонт? Ну, ямочный ремонт я сейчас вообще адресный список вам не назову, то есть у нас есть понимание по прошлому году, что мы не успели сделать, да, то есть вот, или что уже в преддверии зимы проявилось, вот. Но я думаю, после зимы у нас будет понимание четко, где будет ямочный ремонт реализовываться, потому что, ну, тут выявляется, ну, будем выявлять уже после зимы. Адресный список большой есть, предполагаемые адреса, да, то есть просто мы сейчас весь эфир займем. Ну, это, ну, как всегда, это не только видно, разумеется, это и наши дальние. Нет, это весь Ленинский городской округ, я еще раз говорю, то все те территории, которые закреплены за муниципалитетом, они попадают во все эти программы. Вот, а есть территория, там, допустим, ну, там, берем, там, не знаю, там, Боброво, да, то есть Бутово-парк-2, где тоже есть проблематика, но территория застройщиков, они там не муниципальные, и мы, соответственно, просто не можем эти средства направить туда. Скажите, вот эта тема обновления дорог внутри дворов, всегда ли она совпадает с детскими площадками, или это отдельная, где-то может пересекается? Да, там, где вот у нас комплексно, где у нас детские площадки делаются, да, то есть вот с этого года мы, вот где у нас комплексное благоустройство программы, да, то есть там и асфальтовое покрытие тоже присутствует. Но сама модернизация асфальтового покрытия, оно может распространяться не только там, где делаются детские игровые площадки. В этом году мы планируем порядка 75 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия модернизировать. Это во дворах, это довольно большая сумма, но у нас никогда, ну, ни в один год такие средства не направлялись на это. Ну, наверное, в модернизацию входит в том числе и, ну, не только обновление, да, самого полотна, но и, возможно, где-то расширение, появление парковочных мест. То есть вот как вы работаете в этом направлении? Да, где-то расширение, где-то парковки, тесное взаимодействие с терротделами, с жителями. И наши службы нам докладывают о том, что мы уже, как бы, ну, традиционно знаем, где проблемы у нас с заездом техники, да, потому что запаркованность движения. Мы знаем, где у нас проблемы по заезду регионального оператора Каширского, который вывозит мусор и не может там иногда доезжать. То есть там, где есть такие возможности, соответственно, мы где-то расширяем. Где есть возможность расширить количество парковочных мест, однозначно мы их расширяем. Ну, разумеется, не в ущерб чему-то другому. Ну, да, то есть он тут не в ущерб, к сожалению. Консенсус нужен. Да, где-то золотая середина, потому что, ну, за счет чего-то оно расширяется, да, то есть надо понимать, что где есть такая возможность. Понятно, мы там не превращаем весь двор в асфальт, да, то есть и детские игровые комплексы, и все там остаются, но вот где-то там требуется там на метр расширить. У нас, тем более, есть опыт такой в ряде микрорайонов, там на метр расширяешь, уже совершенно другая картина. В этом году планируется и несколько народных троп привести в порядок. Давайте об этом расскажем. Да, мы попали в областную программу, вот это благоустройство народных троп, там три народные тропы у нас по стандартам прошли, как бы и в этом году будет выделено порядка 1-3 миллиона рублей на то, чтобы вот народные тропы сделать, классические тротуары, ну, со всеми возможностями, чтобы, соответственно, и техника могла проезжать, чистить, и люди могли пользоваться этими тропами. Вот здесь это советская дом 30, террая проспект Ленинского комсомола, развилка дом 44, развилка дом 40. Это не означает, что это исключительный перечень, потому что многие вещи мы уже в процессе там самостоятельно еще видим, где-то там надо увеличить муниципалитет самостоятельно, там еще в процессе, там через депутатский корпус и глава на выездах, да, то есть понимает. Но это та программа, которая вот у нас на сегодня уже понимание есть. То есть это может увеличиться, когда там изменения в бюджет и так далее, там что-то добавили. А какая протяженность этих дорог примерно? Ну, это народные тропы, да, то есть вот я сейчас... То есть где-то вот 500 метров 200, может быть 300, то есть вот такие, да? Я сейчас прямо не смогу точно цифру сказать, заблуждение не хочу вести, то есть эта информация у нас есть, просто у меня с собой нету. Но это обычные народные тропы, где там Росгазон, люди посчитали, что это правильная траектория движения и вот начали ходить, а сейчас будет пешеходная тропа. Вот комфортнее. И, наверное, безопаснее тут система «Безопасный регион» тоже внедряется, да, когда народная тропа или нет? Ну, мы система «Безопасный регион» по нашей линии, да, то есть мы его делаем в рамках комплексного благоустройства, это там, где вот мы комплексно заходим во дворы, там на детские игровые площадки и так далее, мы их устанавливаем на контейнерной площадке, далее передаем уже в администрацию и там, соответственно, далее идет содержание вот этого, ну, уже больше по другой ветке, то есть вот идет содержание вот этого «Безопасного региона». Ну, это мы говорим о 2024 году, а проект «Комфортная городская среда», он такой очень амбициозный, рассчитан на чуть ли не до 2030 года, вот что планируется в такой среднесрочной перспективе в этом направлении? Ну, ежегодно мы вот по нормативу, то есть, в принципе, все эти территории нашего муниципалитета ежегодно мы приводим в порядок, если вы заметите, то есть с каждым годом все меньше и меньше таких остается и площадок, и дворовых территорий, где вот, ну, действительно, критическая ситуация, то есть, ну, они еще есть, но я думаю, вот этот год и следующий год, и, соответственно, мы уже там можем, то есть, ну, как бы, то есть вот по тому списку, который у нас есть, да, то есть мы выйдем на какую-то середину. Дальше, как бы, понятно, что у нас идет застройка, у нас количество детских площадок и территорий увеличивается, да, то есть и там, где они в хорошем состоянии, соответственно, они тоже попадут в регламент там через какой-то период, но сама вот эта программа амбициозно дала старт на то, что вот обратили большое внимание на этот комплекс благоустройства дворовых территорий, и с каждым годом, я еще раз говорю, то есть вот, ну, прямо видно, как меняется картина. Ну, стоит здесь обратить внимание, что жители самое непосредственное участие тоже принимают, потому что они именно выбирают вот те адреса, где. Да. В большинственном направлении скверы, которые мы делаем, тоже это все по голосованиям жителей, по доброделу, то есть выявляются, где делаем, дальше мы уже, соответственно, как приступаем к этим вопросам. То есть надо быть активными? Само собой. Вот только-только это. Перейдем еще к такой большой второй нашей теме, это сейчас зимний период, как у нас проходит уборка снега, справляется ли муниципалитет в этом году? Ну, справляется или не справляется, наверное, вам лучше, что здесь, как жителям, да, то есть справляемся или нет, но по линии благоустройства, благоустройство – это внутриквартальные проезды, это дворы, да, то, чем занимается наше предприятие. У нас на сегодняшний день работает 66 единиц спецтехники, это наши, которые, ну, можно сказать, в эту зиму в ежедневном формате работают, потому что погода не дает там… Расслабиться. Да, расслабиться, то есть она прямо один снегопад не успевает заканчиваться, как идет второй. Вот. Понятно, зима в этом году очень сложная, то есть по количеству осадков, но 66 единиц собственной техники, порядка 38 единиц мы унимаем дополнительно техники, да, то есть… То есть уже больше 100 получается, да? Да, да, и вот, и, значит, соответственно, там более 300, 324 – это рабочих, которые на территории работают у нас по благоустройству, вот, соответственно, ну, вот они вот в течение пяти дней после снегопада стараются там все убрать. То есть у нас самый такой тяжелый был, наверное, снегопад Ваня, да, то есть вот, ну… За сколько удалось с ним справиться? Мы по Ване, мы немножко регламентные пять дней не уложились, но на седьмой день у нас уже, как бы, то есть вот территория была убрана, да, то есть территория была убрана не полностью от снега, да, то есть мы говорим о том, что это проезды, это пешеходные коммуникации, вот, а дальше у нас идет вывоз снега, вот, соответственно, ну, снег вывозится на снегосвалки, и уже на сегодняшний день можно сказать, что порядка 75 тысяч кубических метров снега, это только по нашей линии, по линии благоустройства, ну, внутри дворовых территорий вывезено. Дальше это в разы превышает прошлогоднюю цифру. Ну, наверняка все-таки какие-то регламенты существуют, давайте вот напомним их телезрителям, потому что, ну, чтобы все понимали, что когда выпадает снег, как это метель или что, то есть за один день первое невозможно убрать все, вот, какие есть нормативы, чтобы для понимания? Может быть, многоэтажные сначала убираются, потом частный сектор? Да, первостепенно, как бы, то есть при выпадении снега, значит, первостепенно убираются пешеходные коммуникации, да, то есть это вдоль домов и пешеходные тропинки. Вот, далее, соответственно, идет уборка проезжих частей, сгребание, подметание снега, вот некоторые жители жалуются на то, что парковочные места занимаются, да, то есть, но это, к сожалению, тоже процесс, потому что снег надо куда-то сгребать. И дальше после этого идет процесс вывоза снега, то есть, который может быть, ну, в ряде территорий запараллелен, да, то есть, пока, там, один двор убрали, пока во втором убирают, в этом уже вывозят снег, или, там, количество снега уже большое, мы уже пускаем технику на вывоз снега. Вот, понятно, что, ну, это может быть правильно, как бы, жители, вот, если, там, снегопад пошел, закончился в 6 утра, то всем, ну, все хотят по чистым дорогам ездить, по внутриквартальным проездам, ну, к сожалению, как бы, да, у нас так, может, не получается, но мы стараемся в 5 дней уложиться на то, чтобы полностью уборка прошла. В этом году мы применили новую методику, особенно при обильных снегопадах, как бы, да, то есть, вот это, когда мы не всю территорию сразу очищаем, мы пешеходные коммуникации почистили, да, то есть, проезды пробили, и дальше идем по 20% территории, но комплексно прочищаем, это вот особенно важно было при снегопаде Иване, потому что по старой методике мы провалились, да, то есть, вот при обильных снегопадах мы ее применяем, и, в принципе, ну, тоже не знаю, ну, судить вам, как бы, то есть, как во дворах, но, вот, судя по тем показателям и по объему снега вывезенного, и по тем всем, ну, вот, то есть, разница есть в прошлом году, да, то есть, по крайней мере. Как бы вы оценили работу сами? Мне тяжело, я, можно, это субъективная оценка будет, не знаю, насколько она будет совпадать тут. В Ленинском округе достаточно много частного сектора, тоже вот, в первую очередь, все-таки, наверное, убираются многоэтажные дома, да, территория вокруг них, вот, как происходит здесь работа? Ну, здесь надо понимать, что два учреждения убирают, это МБУ-дорсервис, МБУ-благоустройство, да, то есть, дороги, и в том числе, там, основные проезды в частном секторе, они закреплены в большей степени у дорсервиса, а МБУ-благоустройство выбирает, в основном, это внутриквартальные дороги, проезды. Есть, конечно, деревни, куда тоже есть наши, там, проезды, ну, значит, что касаемо техники, у нас отрисованы маршруты, которые охватывают всю нашу территорию, и техника выезжает, она выезжает порядка 6 утра, значит, и едет по этим отрисованным маршрутам, да, то есть, тут маршруты охватывают всю территорию, которые за нами закреплены. Она контролируется, там, есть программа и ГЛОНАСС, и РНИСС, и по СКПДИ, то есть, это все сейчас контролируется, слава богу, возможности есть, то есть, я там, ну, техника проезжает, и мы это увидим на картине, как бы, это могу в кабинете посмотреть, где сейчас данный момент, где, там, наша техника, и работает она, или не работает. Есть контрольные точки, которые там ставят и областное руководство, и наше руководство контролирует этот процесс, да, то есть, вот, поэтому тут приоритетности, я как-то не могу сказать по проездам, потому что нам важно успеть максимально прочистить проезды, особенно после снегопадов, если это утреннее время, там, нам категорически важно успеть дать возможность людям уехать на работу, потому что иначе мы во двор просто не сможем заехать, наши тракторы, ну, они не заедут, поэтому проезды для нас, это первостепенно, понятно, что ручники, вот наши рабочие, они пешеходную коммуникацию чистят. Если нам удалось вот до момента выезда на работу прочистить и дать людям возможность уехать на работу, тогда мы спокойно уже в течение дня во дворе, как бы, можем зачистить. Если мы вот этот момент упустили, ну, у нас, соответственно, возникают проблемы дальше по уборке вот этой территории. Вот в такие вавральные моменты задействуете стороннюю какую-то технику или стороннюю организацию? Да, я сказал, то есть, порядка 38 единиц техники у нас дополнительно помогают нам, потому что у нас, ну, есть проблемные эти техники, которых у нас в наличии нету, да, и которые там, GCB тоже самое, да, то есть у нас в учреждении нету, но без них не справиться. Ну, и нехватка самосвалов, то есть, вот мы это все заполняем за счет арендуемой техники. Артур Григорьевич, спасибо вам за работу, спасибо за интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был директор муниципального бюджетного учреждения благоустройства Артур Григориан. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова